Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Родители — это видеть, когда дети принимают Господа Иисуса Христа. но в этом служении. Спасибо, Таня, что заметила. Еще кто хочет? Танюша прибежала. Я приветствую всех. Поздравляю на всички. Очень рада, что теперь это моя семья. Потому что это очень важно, когда ты оторвался от всего родного и чувствуешь себя одиноким. И поэтому у меня есть возможность. И я хочу поблагодарить всех за вашу любовь. И хочу сказать, что те 4 дня, которые я провела на Трездие, это был кусочек небес. Я пережила, просто я думаю, что и каждый, кто там был, он может свидетельствовать, что он пережил Божью любовь. И самое главное, что эта Божья любовь изливалась через наших братьев и сестер. И я себя почувствовала маленькой девочкой, несмотря на свой возраст, на все жизненные проблемы. Я была просто той любимой доченькой. И каждое утро я просыпалась и думала, Господи, а что ты сегодня для меня такого приготовил удивительного? И я просто с такой радостью просыпалась. И будили нас так тоже интересно. И с обуждах они много по интересу иначе. Просто всего даже нельзя рассказать. Даже не могу дагумпиша. Потому что каждый должен это пережить. И кроме того, что я почувствовала маленькой девочкой, было еще и очень серьезное духовное возрождение. Потому что я уже как бы со Христом давно. И очень страшно стать холодным или теплым. И много страшно достанешь студен или теплым. И поэтому это был тот момент, когда были правильные вопросы. Кто я? Для чего я живу на этой земле? Какое мое предназначение? Какое мое предназначение? И это дало возможность заново объяснить себя, свою жизнь, отношение с Богом. И это было прекрасное время. И покаяние, и взлетов духовных, и падений. И Бог просветил мое сердце. И Господь просветил сердцем. У меня были то слезы, то радости. Я как ребенок танцевала, смеялась. И точно так же плакала искренне. Поэтому это просто взрыв эмоций. Взрыв чувств. Подъем духовный. И я каждому пожелала бы вот такого времени, когда он пережил вот такие чувства. Я благодарю Бога за каждого, кто был там. Были люди из 11 стран. И мы были все как родные. И я не имея здесь в Болгарии друзей, приобрела еще больше друзей. И для меня этот город, эта страна стала уже родной. И в это жилое время я верю, что Бог несет меня на своих руках. Что Иисус всегда рядом. И я просто любимая дочь. Спасибо. Давайте мы посмотрим несколько снимков. Опа. Ну мы все всем немножко включили. Это...